Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В далеком уже начале двухтысячных эта вселенная видела свои лучшие воплощения в компьютерных играх. Все самое лучшее, я бы даже сказал легендарное, вышло именно в те годы. Это две части Рыцарей Старой Республики, о которых я вам уже рассказал. Это и два Боттлфронта и Репаблик Команда, их время еще придет. Сейчас же речь пойдет о золотом дуэте. Об играх Jedi Outcast и Академия Джедаев. Jedi Outcast это Jedi Knight 2. Цифра 2 подразумевает то, что до нее была первая часть, и да, она была и была неплоха, однако что первые Jedi Knight Dark Forces, что ее сиквел Mysterious of the Sith вышли еще в те совсем глухие времена, когда графика в играх была ну совсем уж примитивной. Поэтому, несмотря на все их плюсы, как правило, при перечислении золотого фонда игры по Звездным Войнам, их все же таки пропускают. Однако, хотя бы пару слов упомянуть первой Jedi Knight уже стоит, ну, хотя бы для порядка. Игра повествовала нам о временах, немного ушедших по хронологии за шестой эпизод фильма. На всякий случай напомню, что первый эпизод вышел в середине 99-го года, а игра аж в 98-ом, ровесница Даггерфола. Поэтому ни о какой расширенной вселенной речи не шло, только классическая классика. В общем, действие двух игр происходит через 10 лет после битвы при Явине. В них джедай Кейл Катарн столкнулся с джедаем-отступником Джереком, возомнившим себя ситхом и добравшимся до долины джедаев. Вообще, тут интересная история, которую я не буду пересказывать, ограничится лишь вот чем. Джерек — это бывший мастер-джедай, ставший инквизитором на службе Императора. Да, тем самым инквизитором, которых увидели в сериале, детишки. Сам Джерек был представителем расы мира Лука, да, той самой расы, которой принадлежала Визес Мар. То бишь ее родичи не исчезли с лица галактики благодаря Нихилусу, что радует. А долина джедаев — это не что иное, как всеми нами любимый Рул Сан, ставший братской могилой древнего ордена джедаев и братства Тьмы Каана. Эту долину спустя тысячу лет обнаружил повстанец Морган Катарна и передал координаты только своему сыну, джедаю Кайлу, который из-за давления долины временно переходил на темную сторону, после чего оттуда вызволила его никто иная, как Мара Джейд, ставшая его ученицей. Запутанно? Не очень, но жутко интересно для всех любителей старого канона. Однако мы сегодня не об этом. Итак, прошло два года со дня победы над Джереком. Кайл отказался от силы, постепенно утратив ее, и стал обычным наемником на службе Новой Республики вместе со своей напарницей и любовью Джен Орс. И вот, в один прекрасный день до Республики дошли новости о беспорядках нашей актерской планетики Джим, куда и посылает Кайла Джен сама Мон Мотма. Кайл, конечно, фырчит, мы бы еще нам дали задание вашу собаку выгулить, но в перехваченной передаче оказалось словосочетание «Долина джедаев», поэтому других претендентов не нашлось. На поверхности, конечно, быстро обнаружили штурмовики. Оставшиеся, так они тут называются. Кайл Катарн снова в деле. Что же, игра вышла в марте 2002 года, за полтора месяца до выхода второго эпизода, и продолжает классическую трилогию. Так что, опять же, никаких элементов из новой трилогии в игре вы не встретите. Ну и да, этот проект из того времени, когда к созданию игр подходили очень кропотливо, натошно перенося атмосферу фильма и ощущения от него прямо в компьютерный мир. И да, получилось. На все 10-10, как говорится. «Жедай Ауткаст» — это чистой воды экшен с элементами псевдопрокачки. Почему псевдо, сейчас объясню. Так как по сюжету Кайл лишился силы, то начинаем мы, как обычно, с солдат с излюбленным пистолетом. Собственно, это первая часть игры, условно говоря. Нам доступен довольно интересный набор оружия, помимо начального бластера, винтовка Е-11, излюбленная штурмовиками, Боукастер, который арбалет Вуки, хотя странно, что Кайл может стрелять из него. Не, ты понимаешь, это игровая условность, но полор от выстрела из Боукастера может выбегнуть, сломать, а в некоторых случаях вовсе оторвать руку. Потому как сделан он под лапу Вуки, который ростом выше двух метров и силы немеренны. Впрочем, ладно. Снайперская лучевая винтовка, траншанские повторители, такие пулемет, дробовик, совмещенный с гранатометом, забыл название, и, конечно же, ракетница. Также еще есть термальные детонаторы, бесконтактные и контактные мины. Редко нужны. Кстати, я не упомянул еще о предметах, которые герой носит в инвентаре. Бакта, очки ночного видения, бинокль, турели, дрон. Все эти вещи время от времени необходимы для прохождения. Такой вот набор. Ах, да, я же еще шокер, но, честно, он нафиг не нужен, патроны хоть на что-то есть всегда. Мало того, что убитые враги оставляют их после себя, так они еще и распиханы по базам и складам. Плюс ко всему, их всегда можно восполнить у особых терминалов. У похожих терминалов можно восполнить и щит. Переносное дефлекторное поле, которое, правда, не отражает выстрелы, дополнительная защита, одним словом, хорошо служит в перестрелках. Благодаря всей этой утвари, Кайлос-напарница будет пробиваться сквозь орды врагов. К слову, перестрелки, несмотря на весь свой архаизм, по-прежнему смотрятся живо и атмосферно, когда над головой свистят пули и бластерные заряды, прямо-таки чувствуешь адреналин. Кстати, у оружия нет прицела, кроме снайперской винтовки, потому что мода на прицеление на правую кнопку еще не пришла. Вместо них классический альтернативный огонь, к примеру, накопление заряда бластера, шкваль на огонь из Е-11, наваляющиеся ракеты, ну и так далее. На самом деле, очень полезная вещь, хорошо играет на разнообразии, оружие просто не успевает надоесть. Меткость у каждого ствола своя, как и положено, и от нее страдают не только мы, но и враги. Да, ребят, синдром штурмовика в этой игре полностью оправдан, этим парням по-прежнему трудно попасть в Павов, однако тому вину не самая хорошая меткость их штатного вооружения. В перезарядке оружие, кстати, также не нуждается, как и положено бластерам. Враги тоже радуют. Да, с самого начала они тупые, как пни, о них не то, чтобы совсем нельзя убиться, когда они нападают толпой, а такое случается довольно часто, это вполне возможно, но порой кажется, что о них даже пораниться сложно. И следующий уровень проходится так же, и так вот очень легко обмануться мнимой легкостью игры, потому что она не совсем легкая. Начинает твориться что-то странное, то ли я схожу с ума, то ли враги становятся сложнее. Не в том смысле, что больнее стреляют и тяжелее умирает, хотя и это тоже. Скорее уж, что-то меняет в своих поведении, они вдруг начинают пытаться окружить, тебя зайти со спины, да даже пригибаются под выстрелами. Да, все это заскриптовано, и скорее уж случайность, откровенно говоря, но во время игры это выглядит очень интересно. Уже со второго уровня панель заданий даст прикурить. Сбежать от АТ-СТ и выжить это не так уж сложно, тем более, что ты быстрее и умнее. А вот защитить тупороги в плане искусственного ицелекта шахтеров от трех взводов штурмовиков и АТ-СТ, пока тихо не покромсали, вот это уже задачка, вот тут уже можно ожидать частых загрузок. И подобных заданий, где все зависит не только от тебя, в игре не то, что прям много, но они время от рим не встречаются, дважды за игру нам дадут возможность насладиться местным стелсом. Так как в игре стелса нет, то и наслаждаться, откровенно говоря, нечем. Тебе просто надо будет по-джедайски проскакать на копчике в большое расстояние и уйти незамеченным. Не каждому это легко дается, скажу прямо. Но в целом миссии будут довольно простые в плане поставленных задач. Дойти с пункта А в пункт Б убью всех встреченных врагов. Одна беда, пункт Б будет, как правило, недоступен. И тут мы переходим к геймдизайну. Он также выдержан в духе вселенной. Имперские базы, руины Массасси, Наршад. Да, все это шикарно выглядит, опять же, даже по нынешним меркам. Однако вот не сказал бы, что базу строили по логике живых существ. Это вот знаете, когда есть пустая комната с панелями, без столов, без стульев, без окон, вентиляция. Огромные, нужные только в качестве декорации. Но ты идешь по ней и понимаешь, что люди тут не живут, потому что никто не будет так дебильно строить. Просто геймдизайнеры обленились. Увы, для меня самый подходящий пример, хотя и далеко не самый плохой, это Малакор 5 из второго Которая, или же добрая половина интерьеров из второго Дарк Соус. В противоположности можно поставить тот же третий Дарк Соус, или чтобы уж было ближе к теме первую половину того же второго Которая. То есть помещения не безмерно большие, а именно такие, в каких обычно живут и работают люди, построенные согласно логистике живых существ, а не геймдизайнеров. Исключение гробницы ситхов. Ситхи вечно страдают от гигантомании. Всякие пикающие панели, чашки, ложки, цветы на подоконнике, то есть мелочи, создающие антураж и атмосферу. Что ж, у Jedi Outcast'а нечто среднее. С одной стороны, с антуражем и атмосферой тут полный порядок. И таки да, панели пикают, катаются по полу-дроиды, слышны соответствующие звуки окружения, в баре стоят бутылочки и рюмочки, и с другой стороны, некоторые места будто бы кричат, что их специально сделали, чтобы игрок как следует заморочился. Надо же ведь еще учесть, что часто парадный вход будет закрыт, и придется искать ходы через всякие конженционные и вентиляционные отверстия. И порой наш специалист по отверстиям Кайл Катарн просто-таки не понимает, куда ему, блин, идти. Точнее, не понимает, конечно же, игрок. Да, это классический геймдизайн, такой уж он был в те годы. Винить его в этом глупо, однако глупо и не признавать тот факт, что порой прохождение одного уровня может затянуться, и так на часок, знаете ли, просто потому, что непонятно, куда еще тыкнуться. А потом обнаруживаете себя ползущим по очередной анальной вентиляции, громко ругаясь на самого себя за то, что вы не заметили ее раньше. К тому же, некоторые моменты требуют акроматических упражнений, и вот с физикой тут все очень плохо. Точнее, как с физикой. Физики тут как таковое нет, никакого рэк-долла и прочих радостей. Тысяч второй год, ребята, вообще о чем? Я заметил, что в плане движков есть игры с так называемой скользящей физикой, когда персонаж будто бы едет по земле по инерции, либо с точной. Пример точной физики Dark Souls, где остановился, там остановился. Пример переходной физики Ведьмак 3, и он еще пару движений инерционно сделает. Правда, это скорее уже особенность анимаций. Реализм там все такое. В ауткасте же, Катарн просто немножко скользит по полу, будто бы пришла Аннушка и разлила повсюду масло. В связи с этим, акробатические задания, где нужно пропрыгать зайцем, становятся, скажем так, не самыми желанными. В остальном же физика или то, что ее здесь пародируют, довольно качественные. Противники отлетают от выстрелов и взрывов. Некоторые скриптованные стенки, ящики со стеклами разрушаются при ударах. Присутствует даже частичная расчлененка. Так, например, отсечь в дуэли на мечах руку или кисть вполне реально. Кисть, кстати, отсечет особое удовольствие, после которого враг падает на колени, стервенело смотрит на обрубок и кричит от боли, умирая через пару мгновений. Кроме того, мечи оставляют на стенах и полу красивые следы. Да и на врагах тоже. И да, раз уж я сказал о мечах, то пора уже рассказать о самом интересном в игре. Как я уже сказал, Кайл перестал быть джедаем, да только вот кого это волнует. Некий джедай-перебежчик Десан вместе с ученицей по имени Тевион разработали хитрожопый план вокруг Катарна. И это будет для вас спойлером, но только пару уровней. Уже в конце второй миссии Десан хватает Джен Орс и казнит ее, вызывая гнев Кайла, а затем еще ему тузит того, как тузит грелку, намекая, да что там даже намекая, прямо говоря, что, мол, бесил это так, кусочек грязи. Ну и Кайла, будучи, видимо, не самым видным интеллектуалом галактики и не обладая стратегическим мышлением, мчится мстить Десану. Для этого он отправляется в долину джедаев и быстрым путем возвращает себе силу. Очевидно, после седьмой битвы она там буквально витает, и ее можно впитать. Таким образом, сила начинает восстанавливаться в нас. Вот в этом и заключается псевдопрокачка, о которой я рассказал ранее. С каждой новой миссией в нас просыпается новая способность или же усиливается предыдущая. Прогресс мы можем отследить по меню миссии, очень, кстати, удобному. Тут тебе задание, описание инвентаря и описание способностей Кайла в силе. Великая сила, детишки, это нечто. Как только мы попадаем на повторное обучение в Академию джедаев Люка Скайуокера на Евене 4, а между прочим, это Академия, древние постройки Массаси, созданные по приказу Фридона Нанда, Повелителя Ситхов. Но вы это и так знаете. Извините, не удержался. Ну так вот, как только мы получаем хотя бы базовые способности, мы уже становимся машиной для убийств. Теперь Кайла может прыгать выше обычного, ускоряться на короткий промежуток времени, отбивать летящие заряды и пули, толкать предметы или врагов, притягивать их, метать меч по принципу овозь долетит, впоследствии еще и восстанавливать здоровье при помощи медитации, отвлекать врагов силовым внушением, душить как лорд Вейдер или даже пускать молнии силы как Дарт Сидиус. Ну и кроме того, Кайла изучает легкий стиль боя на мечах. Удары размашистые, не очень быстрые, не очень сильные, но очень стильные. Казалось бы, ну подаван какой-то, вот подишь ты. Эти способности дают просто невообразимые преимущества над врагом, особенно если учесть, что помимо них тебе дают «Настоящий, мать твою, световой меч!» Все, теперь все накопленные пушки можно смело выкинуть нахрен на помойку, потому что на кофе они теперь сдались, когда есть световой меч. Штурмовики и прочие враги не способны устоять против джедая, тем более, что у каждой способности силы есть три ступени, и Етишкин и Пассатижи с каждым разом Катарн становится все круче. Он начинает прыгать 8 раз выше обычного, прицельно метать меч, таскать врага за шею силовым захватом, раздеть молнии сразу по всем врагам перед собой, на время переводить врага на свою сторону, уклоняться от снайперских выстрелов, двигаться со скоростью чуть ли не пули, лечиться на ходу без всяких медитаций, толкать целые отряды врагов или же притягивать их, вырывая оружие из рук, отклонять летящие ракеты или заряды, или снаряды, плюс ко всему выучит быстрый стиль боя на мечах. Быстрый идеален, движения простые, без изящества, но крайне эффективные, сильные же, довольно медленные, но иногда с врагом иначе просто не справятся, ведь геймплей меняется коренным образом, и игра подстраивается под это. Враги начинают перейдь толпами, появляются снайперы, гранадеры, целые орды турелей, ну и самое главное, возрожденные. Да, Десант надул Кайло как мальчишку, вызвав его гнев, он заставил того раскрыть местоположение долины, и при помощи добытых на кейджиме кристаллов, темные джедаи создавали технологию по накачиванию своих солдат силы по самой помидоры. И уже на Беспине Кайло сталкивается с результатом, первая дуэль оставит после себя много впечатлений, хотя скорее всего и закончится быстро, ведь нет ничего проще, чем сбросить этого диванного фехтовальщика в шахту, ну или просто на Костылятиум по классике. Да, все-таки силы силы, а опыта и не достает. Впрочем, это нам на руку. А вот что нам не на руку, только это то, что Десант нарыл до хрена картошица, если вдруг кто забыл этот минерал, отражающий световые мечи, и наделал из них доспехов для возрожденных. И вот уже эти дядьки дадут нам просраться как следует. Впрочем, когда Кайло выучит силовой стиль, то бои станут чуть легче. Чуть, не более того. Такой вот армией самоучек Десант решил отомстить Люку и джедаем, на которых он обиделся когда-то как настоящая сучка. Что же, он недооценил Кайло Катерна. Очень скоро и он, и его армия со всеми генералами, адмиралами и уборочками туалетов звездных разрушителей получит по соплям. Что еще можно сказать об игре? Ну, наверное, надо помянуть о ее разнообразии. Мы побываем на Аки Джиме и Артус Прайм, которые задолбают нас своим однобразием и долбанными шахтами, хотя и они, в принципе, тоже хороши. Мы побываем в Академии джедаев, слетаем на Наршада, посетим Беспин, а также пройдемся по еще нескольким базам оставшихся. Разумеется, противники также будут меняться, Штурмовики станут более продвинутыми, на Беспине и Наршада нас будут встречать всякие там Радианцы, Рикваи и прочие космические уроды. Кстати, часто на подходе к штурмовикам мы будем слышать их переговоры, что, конечно же, тоже добавляет осмысленности к происходящему. Все это время игра не будет забывать нам подкидывать задачки для головного мозга, а не только для спинномозгового. Где-то нужно будет найти тайные проходы, где-то подобрать код, где-то догадаться, как перехитрить систему безопасности, где-то опять же по-тихому обойти толпу вражьих морд. Иногда придется столкнуться с этакими боссами, побегать от АТСТ, или же наоборот на АТСТ, посидеть за пушками, поправлять дроидами, при этом постоянно встречая возрожденных и устраивая самые настоящие и красочные, вспоминающиеся дуэли. Далеко не все задачи решаются на пролом. Кстати, по какой-то причине расчлененка в игре была порезана, и активировать ее можно кодом. Хотя я, наверное, знаю, по какой причине разработчики это сделали. Просто в изначальной версии мечом нужно было не бить, чтобы что-то отрубить. Достаточно было просто, как в реальной жизни, хотя где «Звездный войн», а где реальная жизнь. В общем, надо было просто провести лезвием клинка по плоти и все. Черкнул врагу по кисти, кисть отлетела. Задел голову, голова покатилась. В финальной же версии нужно не касаться лезвием врага, а именно бить им. С одной стороны, это было бы весело, с другой, некоторые дуэли проходили бы очень быстро, причем заканчивались бы они смертью Катарна. Некоторые, в данном случае, означает почти все. Потому как в местном штропане на световых мечах ты постоянно задеваешь лезвием врага и сам же на него напарываешься. Однако, для знатных извращенцев этот код можно ввести в консоль. Нельзя также не сказать о сетевом режиме. Он... есть. Сделан в мудреном древнем стиле, когда по карте под задорную музычку носятся разные персонажи со световыми мечами и пытаются убить друг друга, попутно собирая голокроны, которые дают им возможность использовать ту или иную силу, чтобы те еще эффективнее убивали друг друга. На самом деле, на словах это звучит совсем неинтересно, это я только что понял. Однако, на деле очень весело. И потом, 2002 год же. Да, сейчас уже слишком много отличных сетевых и кооперативных игр, чтобы заморачиваться игрой по сети, жидая от каста, однако при желании вполне можно до сих пор поиграть с каким-нибудь приятелем. Сервера, конечно, недоступны уже полвека как, но хамачи еще никто не запрещал. Ну и немаловажную роль играет звук и музыка. Музыка в игре оригинальна, за авторством Джона Уильямса, причем оригинальная в двойном смысле, она полностью из оригинальной трилогии. В саундтреке 4, 5 и 6 эпизодов порезаны на кусочки и играют в разные моменты. С одной стороны, его музыка все еще прекрасна. С другой, если вы фанат «Звездных войн», то вам эта музыка наверняка уже осточертила. Впрочем, мотивы авторов понять нетрудно, зачем заморачиваться на писании своей музыки, когда уже есть отличное готовое. Да, у Марка Гриски и Джереми Соло получилось, но не факт, что и тут прошло бы гладко. А так, все отлично, ты играешь и вопиш на ходу, «Джонни, что ты делаешь с моими ушами?» Честно говоря, я даже не уверен, что ролик не заблокирует по авторским правам за такую красотень. Про звук тоже можно сказать, что он тут качественный. Выстрелы, гудини, мечи и все аутентично. Потому как кричат ворги, кстати, можно определить, насколько они ранены. Это удобно в полусражении. Озвучка персонажей также хороша. Что катарн, что остальные, всех приятно слушать. Однако, когда я играл в Outcast 2, я столкнулся с русским дубляжом. И я думаю, достаточно сказать то, что его делала компания «Седьмой Волк» или «Семь вульф». Да, с одной стороны, спасибо им за это, они не были обязаны. С другой, знаете, я придерживаюсь в творчестве принципа «Не хочешь срать, не мучай жопу». Вот это именно второй вариант. То бишь, хорошо они сделать не могли, поэтому сделали как могли. Лучше бы уж не делали. Голоса неплохие, а вот текст, который они зачитывают, впечатление такое, что им дали промтовый перевод. Из-за перлов вроде «загнал ее в биспина» или «какие патетические правила, уши в трубочку сворачиваются». Понять, что тебе пытаются сказать, решительно невозможно. Кроме того, мало иметь подходящий голос, надо хотя бы пытаться им сыграть. Актеры озвучки же не пытались, и поэтому мы получаем вот что. Силой долины джедаев, пропущенной через все кристаллы, десант добьется успеха в накачивании своих солдат силой. Впрочем, никто не мешает выставить в настройках оригинальную озвучку или даже немецкую. И такое есть. Думаю, больше об игре сказать нечего. Это отличная вещь, даже сейчас. Однако у вас, наверное, в голове крутится мысль о том, что графику можно было бы как-нибудь потянуть. Ну, как вам сказать. Разве что чуть-чуть. Как ни странно, графических модов на Аджедай Ауткас практически нет. Может, я, конечно, плохо искал, и тем не менее. Однако, кое-что я все же нарыл, но об этом чуть позже, ведь на очереди еще одна игра. Прямое продолжение предыдущей. Академия Джедаев. В сентябре 2003 года компания LucasArts порадовала игроков новой историей Аджедаев. Как вы уже поняли, это и есть игра Академии Аджедаев. Она имеет среди поклонников ранг обожания повыше, чем предшественницы, и неспроста. Если вкратце, то все самые лучшие наработки были доработаны, все ненужное из игры выкинули, плюс добавили немало отличных фишек, благодаря чему игра заиграла новыми красками. Игра заиграла. Ну, я и ляпнул. Неважно. Если не вкратце, как я люблю, то слушайте. Прошло еще несколько лет после событий Джедай Ауткаст. Кайл Катарн восстановил свое звание в Академии Скайуокера и занимается обучением падаванов. Собственно, за одного из таких падаванов нам и предстоит сыграть. И не за простого, а за особенного. Джейден Корр сумел или сумела собрать собственный световой меч, не имея вообще никакого обучения джедайскому искусству. Разумеется, подобное впечатлило мастеров, и среди прочих ему было прислано письмо из Хогвартса, куда, собственно, водага учеников и летит. Этот Хогвартс у нас располагается все еще на Евене-4, не в Британии. Но местный Волдемор не дремлет, он подбивает шаттл, и тот терпит крушение. Что-то я не то несу. Ладно, давайте не буду впадать в маразм. Итак, отличительная особенность Академии в том, что мы начинаем игру сразу со световым мечом и начальными базовыми силами. Так как теперь нет всей этой возни с оружием, то темп игры заметно возрастает с самого старта и продолжает расти всю игру. После получения звания рыцаря джедаевым возрастает настолько, что ты просто несешься через уровень, устраивая мясорубку в рагу. Никто по-прежнему не может противопоставить джедаев совершенно ничего, это просто пушечное мясо. Когда я говорю «никто», я имею в виду «никто, кто не носит на поясе светового меча». Потому как те уроды, что сбили корабль, это последователи самого марки Рагнуса, которых мы всю игру будем пытаться извести. Задание теперь строится так. Есть несколько основных миссий, сюжетных, так сказать, точнее, они все сюжетные. Ну, тогда так, центральных. Но чтобы тебя к ней допустили, нужно выполнить от четырех до пяти побочных. Миссии выбирается из списка. Далее выбирается, куда вложить очко силы. Да, теперь прокачка присутствует. Ты с самого начала можешь овладеть молнией, удушением или лечением. Пожалуйста. Кроме того, появились новые способности. По четыре на каждую сторону силы. Ну, точнее, по четыре, это не теперь так распределены. У темных это удушение, молния, ярость, аналог Берсерка и высасывание жизненной силы, прямо как у Дарта Нихилуса. У светлых же это лечение, защита от повреждений, защита от силовых воздействий и обман разума. Остальные способности считаются нейтральными и прокачиваются автоматически после каждой центральной миссии. Стандартный толчок, протяжение, ускорение, прыжок, стиль боя на мечах, бросок меча, плюс новое джедайское чутье, сильно облегчающее прохождение заданий. Кстати, очень трудно пропустить тот факт, что Джейден Корр это кастомизируемый как бы персонаж. И хотя в старом каноне это мужчина-человек, в игре мы все же можем сделать его и женщиной, и радианцем, и забраком, и келдором, и твелеком, настроить ему и внешний вид, подобрать рукоять меча и выбрать цвет клинка. Наш персонаж сразу попадает на обучение лично Кайло Катарно, так что мы станем напарниками. Иногда миссии действительно будут парными, иногда даже с камео, например, в игре есть Чуйбака и Боба Фетт. В целом, миссии стали намного более плавными в плане прохождения. Уровни, где банта ногу сломят практически полностью канули в лету. Обычно всегда понятно, куда идти и что делать, и делается все по пути. Отсюда вывод, коридорность этой игре лишь на пользу. Хотя все еще встречаются дебильные уровни вроде той миссии с истребителями или бомбежкой, где можно полчаса ломать голову, куда блин идти. В противовес есть просто волшебные миссии вроде Чиндриллы или Корибана. В целом, разнообразие миссий тут светит отбойным светом. Пробежаться на Тантоне по ходу до руин базы Эхо, проехаться на спидере на огромной скорости, отстреливаясь на ходу от наемников, поиграть в дрожь земли, прыгая по возвышенностям, пройтись по замку Баст личной резиденции Лорда Вейдера. Пожалуйста. По игре будут раскиданы толпы врагов, как обычных штурмовиков, так и улучшенных их аналогов. Например, тяжелых штурмовиков, способных реально накостылять своими энергопушками, которые, кстати, да, они нам теперь тоже доступны. Да, мы же еще теперь можем выбрать оружие на миссию. На кой хрен только не ясно, у нас же есть силы и меч. Че еще-то надо? Ну, правда, все же есть миссия, где у нас отнимут меч и придется обходиться силой и винтовками. Всего одна на самом деле. Ну и вот, всяких наемников понадобавляли, даже Ногри встретим, правда, всего раз за игру, но все же. Притом враги будто бы стали умнее, они гораздо более эффективно теперь ранят персонажа, только какая нам разница, все равно они нам не конкуренты. Физика по факту осталась той же, но претерпела изменения в лучшую сторону. Например, от молнии враги теперь разлетаются просто великолепно, расчлененки стало намного больше. Увы, движения все такие же скользящие. Зато спецэффекты стали красивее. Правда, на моменты 2019 года это трудно подметить нам, что то, что это уже одинаково выглядит. Когда мы пройдем четыре миссии, нам предложат на выбор либо двигаться дальше по сюжету, либо пройти пятую. Проходя все миссии, мы получаем возможность прокачать полностью еще одно направление силы. Как я уже сказал, после каждой сюжетной миссии нам дают новое звание Падаван и Рыцарь-Жедай. И, конечно же, наша мощь возрастает. И как только мы становимся Рыцарем, все, труба, все нейтральные силы на максимум. Темп игры возрастает просто неимоверно, а дуэль на световых мечах становится столько, что просто-таки страшно подумать. Наловчившись, темных джедаев убиваешь просто по ходу в этаком круговороте смерти. Дело в том, что в игре есть еще два новшества, наверное, самых главных. Первое это акробатика. Бег по стенам, кувырки и всякие прыжки из перепад выпердом, вертухи мечом, удары ногой, приемов для ведения боя просто завались. При умении любой поединок можно превратить в настоящую кинематографическую бойню. Все движения показаны в справочном разделе, который преобразился с прошлой игры. Второе нововведение больше всех подходящей игре это типы мечей. Став рыцарем, мы получаем возможность собрать новый меч. Либо оставляем одиночный с тремя стилями боя, как в прошлой игре, либо берем двойное клинок, как у Экзоракуна или Дарта Мола, или живого вся владеваем искусством Джаркаи по мечу в руке. Разумеется, каждая комбинация открывает новые спецудары. Враги также подстраиваются под нас и тоже начинают ходить с парными клинками или с мечами-посохами. Сказать, что это дает игре новое дыхание не сказать ничего. Если вы думали, что это все, то нет. Ближе к концу игры нам дадут выбрать между светлой и темной стороной силы и пусть темно не канонично, все равно нам никто не помешает прирезать своих старых дружков и отправиться на Карибан в гробницу Марки Рагнуса. Карибан, кстати, шикарен. Это не тот Карибан великолепно визуально и дизайнерски выполнен. Впрочем, это можно сказать про очень многие уровни. Дизайн по-прежнему на высоте, потому как стиль выдержан в духе игры-пришественницы. То же и с музыкой и звуками. Музыкальные треки снова нарезали по-иному, дав им второе дыхание. А звучка теперь без дубляжа, все такая же хорошая. И знаете, я вот не помню с каким переводом я играл в детстве, но что-то мне подсказывает, что не с этим. Перевод, с которым я играл в этот раз делал Даун. Даун, который, видимо, решил, что вставлять ГГГшечки в текст уровня третьего класса средней школы это отличная идея. Вот, например, Джейден Корк говорит I go to do something. Субтитры же гласит пойду кого-нибудь покромсаю. Кайло говорит Джейдену, чтобы тот не лез поперек батька в пекло. Про Рагнуса говорят, что он отбросил коньки. А сам Рагнус говорит, что увидит нас всех в гробу в белых тапках. Все это было бы смешно в контексте какого-нибудь дебильного летсплея, но в качестве субтитров к легендарной игре это преступно. Но это лишь мелочь. Как вы поняли, игра просто шикарна. В ней также присутствуют сетевые баталии и кроме того, они даже сейчас процветают, ведь мододелы не спят, дорабатывая в том числе и мультиплеер. А вы говорите Battlefront. Вообще, на Академии модов гораздо больше, чем на Джедай Ауткаст. И в этот раз графику можно действительно улучшить. Полагаю, пришла пора танцев с бубном. Давно эта рубрика здесь не появлялась. Итак, начнем с Джедай Ауткаста. Тут все предельно просто. Шаг 1. Так как HD Remake Mod все еще в разработке, поэтому можно использовать лишь SweetFX. Для этого переходим на сайт Плейграунда и качаем то, что здесь неуклюже названо улучшением HD графики. Распаковываем и устанавливаем. Это делается предельно просто, в архиве есть инструкция. Если что, содержимое папки QFXGL бросаем в папку GameData, а из папки FXHD кидаем все в папку Base. Шаг 2. Все-таки кое-что можно подкрутить в игре, поэтому проходим по ссылке и, следуя инструкции, находим в папке GameData file.jk2.config. Открываем его блокнотом и заменяем параметры на те, что указаны по ссылке. В конечном итоге мы также изменим и разрешение. Только от разрешения 1920 на 1080 будет, к сожалению, немножко срезать изображение, поэтому голова иногда будет не в кадре в заставках. Но это мелочь. Главное, что играть станет комфортнее и интереснее. Ну а теперь перейдем к Академии Джедаев. Тут все не менее просто. Шаг первый. Повторяем прошлый первый шаг. Да, эти светы фэкс подходят ко вселеней к игр. Кстати, в игре они отключаются на скроллок. Не то, чтобы они дико преображали игру, но, тем не менее, все же, все равно приятно. Иногда, правда, тени на лицах персонажа немножко колбасит, но это не раздражает. Честно говоря, если не присматриваться, то и не заметишь. Шаг 2. Идем по ссылке и качаем архив Джеда Академии текстур Overhaul Full версии 0.3. Затем просто распаковываем его в папку Base. Файл, кстати, много весит, почти 2 гигабайта. Все потому, что нам на лопате выдали красивых текстур. Вкупе со светов фэкс они будут смотреться очень даже хорошо. Жаль, что на отжидая отказ такого нет. Впрочем, без них обе игры проходятся просто на ура. И, кстати, не забывайте, что Академии для работы нужен смонтированный образ диска, который, как правило, лежит в архиве с репаком. Что можно сказать по итогу? Это эпохальные игры. Игры, за которыми мы проводили свое детство логических новшеств слегка и компенсируются отличными сюжетом, саундтреком и, конечно же, геймдизайном. Обе игры довольно непродолжительные. Ауткаст можно пробежать часов за 15, Академия пролетается за 10. Можно и не мчаться голопом, но темп игры так и толкает на это. Знаете, все эти Force Unleashed и прочие Fallen Order это все, конечно, хорошо, красиво и современно, но на данный момент ни одна игра по Звездным Войнам не переплюнула этот дуэт по накалу дуэльных страстей. Все-таки Которая это другая игра с другой механикой. А на этом же поле у Академии и Ауткаста по-прежнему конкурентов нет. Именно поэтому, если в вас все еще цеплится интерес или даже любовь к загубленной ныне вселенной, или же вас заинтересовал мой рассказ, то я вас уверяю, лучше просто скачайте и попробуйте сами. Вам обязательно понравится. Сейчас такого, к сожалению, уже не делают. КОНЕЦ КОНЕЦ